Всем привет! С вами Наташа Пархоменко и это мой кулинарный канал. Сегодня мы вместе с вами очень быстро приготовим дрожжевое тесто на сыворотке. Это тесто идеально подходит и для булочек, и для пирогов, и для пирожков. Изделия из него получаются очень мягенькими и воздушными. Ну что ж, давайте посмотрим, как же мы его приготовим. Для дрожжевого теста на сыворотке мы с вами возьмем 0,5 кг муки, 3 ст.л. рафинированного растительного масла, щепотка соли, 250 мл сыворотки, 150 г сахара, 1 пазечка прессованных мокрых дрожжей, у меня 42 г, 2 яйца, 2 пакетика ванильного сахара, 150 г сливочного маргарина растопленного и сливочного масла. Ну что ж, приступим. Для дрожжевого теста я взяла вот такую вот мисочку, вбила в миску 2 яйца, теперь к ним добавляю 2 пакетика ванильного сахара, высыпаю наш сахар и щепотку соли. Теперь всю эту смесь я буду взбивать миксером до такой вот пышной пены. Яйца с сахаром, смотрите, я взбила вот такую вот пышную пену, пока они нам не понадобятся, мы их отставляем. Теперь я взяла вот такую вот большую миску, налила туда сыворотку и нагрела ее в такой вот теплого состояния, не горячего, а теплого. Теперь в сыворотку мы добавляем наши дрожжи и хорошенько их растираем. Сыворотка должна быть теплой, не холодной. Если будет холодной, то понятно, что дрожжи не вступят в реакцию, а если будут горячие, то вся бактерия, которые вступают в реакцию и состоятельность дрожжей, они просто-накросто у нас умрут в соприкосновении с кипятком. В этом рецепте я использую сыворотку, потому что я вот делаю домашние сыры, у меня много остается сыворотки, и из нее получаются очень вкусные блины, оладьи, булочки, пироги. Так сказать, производство сыра, безисходное производство. Так, мы растворили все наши дрожжи, теперь сюда выливаем растительное масло, выливаем растопленный сливочный маргарин, или можно взять сливочное масло. Он тоже должен быть теплым, не горячим, не холодным, обязательно теплым. Теперь хорошо ее перемешаем в яички. Теперь мы добавим немножко муки. Муки, я сказала, ингредиентах 500 грамм, но вы будете смотреть по консистенции своего теста. Может вам понадобится чуть меньше, может понадобится чуть больше. И так, и хорошенько вот так вот немножко вымешиваем. И еще добавим пару ложечек муки. Хорошенько вот так вот вымешиваем. Видите, вот такое вот жидкое положилось у нас место. Теперь мы вспоминаем про наши взбитые яйца и добавляем их к нашему тесту. Теперь берем на упадку и хорошенько все, эту вот смесь, нашу перемешиваем. Перемешали. Теперь по чуть-чуть будем добавлять муку. Я понемножку добавляла муку. Видите, вот такое вот я вымесила тесто. Теперь поверхность мы хорошенько присыпаем мукой. Руки мы тоже вот так вот хорошенько смазываем. И теперь наше тесто мы будем присыпать на нашу поверхность. Теперь вход у нас вступают ручки, так как дрожжевое тесто, оно любит теплоту, энергетику, живое тесто. В этом его нужно вмешивать ручки. Вот так присыпали, присыпали и начинаем работать с нашим тестом. Будем его вымешивать, посыпать немножко добавляем муку. Тесто должно быть получиться таким мягким, эластичным и не липнуть к рукам. И вот так вот будем потихонечку вымешивать наше тесто. Я хорошенько вымесила наше тесто. Смотрите, как у нас получилось. Мягенькое такое. Видите, такое эластичное, но вообще вот оно не липнет ни к рукам, ни к поверхности. Но оно осталось очень мягеньким. Теперь мы его собираем вот такой вот комочек. Берем чистую сухую миску. И кладем наше тесто в мисочку. Берем чистое полотенечко. Накрываем наше тесто. И теперь его оставляем отдохнуть, и чтобы оно у нас поднялось приблизительно два раза. Наше тесто уже хорошенько поднялось. Смотрите, в пузырьках такое все воздушное вот так вот поднялось. Видите, как хорошенько. Смотрите, вот какое оно вот. Видите, внутри получилось воздушное и такое вот пористое. Теперь из нашего теста можно выпекать и булочки, и пироги, и пирожки. Любые изделия из дрожжевого теста. А с вами была Анташа Пархоменко. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами и полезными советами. Приятного аппетита и до новых встреч!